Яндекс. Одна из самых быстро развивающихся российских компаний в области информационных технологий. Существуя еще с 90-х годов прошлого столетия, Яндекс превратился из поисковой системы в одного из крупнейших поставщиков цифровых услуг для человека. Такси, доставка еды, каршеринг, карты, маркетплейс и множество других приложений, которые найдутся в смартфоне у любого человека. Теперь к этому списку может присоединиться еще и банк. Компания Яндекс ведет переговоры с представителями CSC Group о возможной покупке тиньков. CSC Group, основанная российским предпринимателем Олегом Тиньковым, чей основной актив в Тиньков Банк, уже несколько дней ведет переговоры с представителями компании Яндекс о продаже. По предварительным данным, сумма сделки может быть порядка 5,5 миллиардов долларов. Причем часть этой суммы будет профинансирована деньгами, а часть – акциями Яндекса. Банк станет, по сути, дочерней компанией Яндекса. Что это даст? В первую очередь это даст Яндексу более широкие возможности по финансовому обслуживанию своих пользователей. А Тиньков Банку даст возможность более свободно использовать электронные сервисы, которые предоставляет Яндекс. По словам экспертов, для еще большего развития компании Яндекс необходима собственная система работы с платежами. На это место как нельзя лучше может подойти банк. Существует не так много банков, которые можно приобрести. Один из таких, возможно, станет Тиньков Банк. Если Яндекс планирует развиваться как технологическая компания, то им точно нужна отлаженная система платежей. При этом не только самих технологий, но еще и клиентская база, уже написанные сервисы и так далее. Вопрос, что где брать готовые финансовые технологии, людей, сервисы и так далее. Это действительно готовый банк. А Тиньков оказался таким банком, который на это пошел. У них тоже есть свои интересы. Покупка Тиньков Банка Яндексом имеет не только коммерческий смысл. Поскольку это две крупные компании, то за время существования собрали существенную базу данных пользователей. Теперь, после возможной покупки, базы данных объединятся, тем самым раскрыв новые возможности для ведения бизнеса. Яндекс – это преимущественно поисковик, рекомендательная система, Яндекс.Маркет. Большая база данных пользователей и их запросов. А Тиньков – это база данных по пользователям, их платежеспособности и так далее. То есть, таким образом, если совместить эту базу, то, например, для банка это может быть так, что можно предугадывать кредитоспособность клиента, опираясь на данные, которые есть о нем. По словам экспертов, покупка Яндексом Тиньков Банка может хорошо сказаться на пользователях этих двух компаний. Позитивным это может быть для пользователей их услуг. Те люди, которые пользуются сервисами Яндекса и те, кто пользуются сервисами Тиньков Банка, они смогут расширить свои возможности, получить какие-то дополнительные сервисы, дополнительный функционал, не выходя за рамки привычных своих интерфейсов. Окончательные условия покупки будут зависеть от результатов комплексной проверки активов. На данный момент обе компании намерены совершить сделку. Но окончательного решения еще нет, как и окончательных условий продажи. Лев Диденко, Велета Басова, Универ Ньюс.